книга открытым оком тема священство то 2 вопрос 616 мы все каемся пред священником а перед кем он кается или он вообще не кается пред людьми а только пред богом или перед епископом а епископ перед патриархом а патриарх выходит только перед богом отвечает игнати тихонович лапкин по смыслу как будто так бы и должно быть а в действительности дело обстоит так в каждой из епархии есть кто-либо из священников как правило престарелые иеромонахи которые называются духовниками во время поста священники приезжают в епархию и исповедуются пред ними как и миряне пред священников перед духовником точно также исповедуются епископы и патриарх и папа а сам он пред одним из священников вот так выглядит примерно исповедь кающегося священника исповедую господу богу моему во святой троице славимому пред тобою честный отче все грехи мои соделанные в минувшее молитве жизни моей согрешил я пред господом богом против всех заповедь его своим маловерием а иногда и неверием сомнением и вольнодумством нерадением а иногда и отчаянием о спасении своем самонадеянием и человеконадеянием более нежели на бога надеждую на милосердие божие неразумною забвением о правосудии божием недостатком преданности и противлением воли божией человека угодием небрежением о славе имени божия платоугодием сластострастием сладострастием корыстолюбием гордостью самолюбием без стыдством и лицемерием неблагоговейным отношением к имени божию легкомысленным призыванием этого имени ложной стыдливостью явить себя благочестивым и набожным в очах людей мирских осуждением благочестия других недостаточным почитанием праздников господних ленностным хождением в храм божий божий и неблагоговейным стоянием воном рассеянную молитву в храме и дома праздноглоголанием нечесть нечестивыми и суетными помыслами в храме и дома небрежением от чтения и слова божия и душеспасительных книг уклонением от утренних вечерних и иных дневных молитв или небрежным выполнением он их только устами они сердцем неблагоговейным священнослужением и приготовлением принятия святых тайн небрежением об очищении себя от грехов и об исправлении своей греховной жизни неблагоговейным обращением священными предметами торопливым изображением на себе крестного знамения нарушением церковных попросите на нарушением установленных церковью постов леностным выполнением своих служебных обязанностей праздностью рассеянностью мирскими забавами недостатком любви и расположения к кровным и сродникам почтительности к начальствующим и старшим признательности к благодетелям должной заботливости о воспитании своих чад плотских и духовных не вниманием к своим подчиненным к их нуждам из и просьбам расстройством собственного здоровья не воздержанием разного рода злословием ненавистью и злобой против ближних не воздержанием в плотских удовольствиях в пище и питьях нечистыми мечтами и помыслами присвоением себе чужого или незаслуженного полености и небрежению к своим обязанностям попустительством или укрывательством недобросовестности других невниманием к нуждам бедных и нищих безучастием к несчастным и страждущим и и вообще небрежением о благе ближних осуждением ближних клеветою на них лицемерным обращением с ближними худыми пожеланиями и помыслами и помыслами самолюбивыми и горделивыми властолюбивыми и свои корыстными похотливыми и сластолюбивыми покрой и господи боже мой неизреченным милосердием твоим все грехи мои возле мною содеянные и во все возле мною содеянные во все время жизни моей изглаголаны и умолчанные по забвению и нерадению словом делом и помышлением видением и невидением зрением и слухом вкусом обонянием и осязанием которыми я прогневал тебя бога и создателя моего причинил вред ближним моим прости и ты честный очень духовный меня великого грешника пред богом и всеми святыми его и пред всеми людьми разреши меня от всех грехов моих и отпусти с миром душу мою и помолись о мне многогрешно